Дорогие друзья, представляем вашему вниманию аудиокнигу, подготовленную издательством AB Publishing. Приятного прослушивания! Управление бизнесом. Психология успеха. В книге «Управление бизнесом. Психология успеха» даны практические рекомендации по эффективной организации работы любого коллектива. Многие руководители сталкиваются с проблемой установления комфортного психологического климата в коллективе. Работа должна приносить радость и материальные результаты. В достижении этого вам поможет управленческая психология, основные принципы которой изложены в данной книге. Все мы люди и нам свойственны маленькие слабости. Мы склонны к конфликтам, поиску любви, счастья, хотим сохранить здоровье надолго. На работе мы проводим половину жизни и остаемся самими собой. Как руководить не роботами, а людьми? Вот о чем вы узнаете из книги «Управление бизнесом. Психология успеха». Глава первая. «Управление как стиль жизни». Не секрет, что многие из нас хотели бы стать начальниками. Самыми главными, чтобы не нами командовали, а мы сами отдавали распоряжение и нас беспрекословно слушались. На самом деле управлять может не только директор, но любой, у кого в подчинении находятся другие люди, как минимум один человек. Например, классный руководитель, под крылом которого дети из его класса, а всеми учителями руководит завуч. Конечно же, главный человек в школе – директор. Его боятся и уважают ученики и учителя. С самого детства таким образом мы приучаемся к строгой иерархии. Во взрослой жизни редко кто начинает свою карьеру с самых высоких должностей. Но при желании карьерная лестница может привести к небывалым высотам. И пройти эту лестницу без накопления определенного опыта и знаний невозможно. Это не только профессиональные навыки, но и такая важная основа бизнеса, как психология управления. Эта наука учит управлять коллективом грамотно, без лишних стрессов, добиваться поставленных целей, развиваться самому и совершенствовать работу своих подчиненных. Как сейсмология помогает предотвратить разрушающие последствия землетрясений, так и психология управления поможет вам не только избежать катастроф в вашей работе, но и сделать ее во много раз более успешной, легкой, приятной и полезной. Что такое управление? Существует целая наука, занимающаяся вопросами управления и организации труда, название которой менеджмент. В переводе с английского языка менеджмент и означает управление. Менеджмент является одним из разделов экономической науки. Сегодня профессия менеджера чрезвычайно популярна. Многие вузы нашей страны занимаются подготовкой управленцев. Не факт, что получив диплом, выпускник сразу же попадет, как говорится, в цари. Преимущество такой подготовки – приобретение специфических знаний и умений, необходимых руководителям. Зачастую директора фирм амбициозные бизнесмены, уже будучи опытными, прожженными в своей сфере, все равно поступают на факультеты менеджмента, чтобы освоить в совершенстве эту непростую науку. Что же такое управление? Вы удивитесь, но управление автомобилем, школьниками в классе, целым государством или домашним хозяйством имеют схожую природу. У всех этих сфер деятельности есть общие отличительные признаки, свойственные управлению, а именно цели, планирование, организация и контроль. Например, вы садитесь за руль автомобиля. Ваша цель – добраться до назначенного места. Вы планируете путь, едете, соблюдая правила дорожного движения, следите за дорогой, вас тоже контролируют постовые ДПС. В теории управления есть понятие «субъекта управления». Это тот, кто управляет. Самплодисменты. Самплодисменты. Готово. Субтитры создавал DimaTorzok